участников так смотрю олег только о вас говорили будущий комиссар кожанки и с револьвером и отправить вас в институт люпина там где учат убивать деревья книги печатают помните то ужас какой-то так ладно все не оттекаясь брат юрий добрый вечер алексей на месте надежда визекс здравствуйте еремин доброе время соколов привет андрей звука нет жалко надеюсь появился бухтияров привет казахстана ося зле не для меня это на душе песня шутка ли как вы это самое впервые на черном сайте я увидел несетаемого брата трезвый взвешенный ответ оставьте деревья в покое ваш ответ так сергей александрович привет городничин привет с калужской области свинин привет анастасия привет блинова привет так олег в итоге скинула на почве подтверждение вашего постулата деревья резать нельзя спасибо за просветление в мире с удовольствием так если чё на следующий вебинаре посмотрим ваше подтверждение так добрый вечер александр смотритель вот до сих пор мы с вами александр все забываю показать как вы здорово придумали есть у всех посадил я еще надеюсь не путал ваш совет если вручек посадил сдуру в ямку то рядом можно выкопать еще ямку побольше правильно и отвезти воду так нет так могу за марки на добрый вечер подскажите пожалуйста можно ли поливать корневой отводки сливы если слива на поле больно на отводки вылить здоровым конечно здоровый значит поливайте надо будет умрут это не он и не вам решать они сами решать помирать им или продолжать быть здоровыми александр есть два вопроса по собственному участку из ваших костей красу две вишни с рифлеными листочками второй год что это за 40 рифленые листочки также второй год на расстоянии 35 сантиметров сибирьки от вас оставить до весны чтобы привить или рассадить сейчас и весной привить значит я предлагаю так вы примерно то есть два варианта не очень осенью пересадите весной они будут не самое полноценное же поливать так а весной прививать и сразу то есть пересаживать еще хуже я допустим так как у нас питомник сергей массовые массовые прививки то например сентябре в конце он пересаживает не на постоянные места тот же питомник но уже рассаживает так чтобы были расстояние выдержаны там аккуратненько питомник до весны они выживают как могут а весной прививаются есть вариант не трогать и весной привить как есть и на этом расстоянии то есть вот привели как между ними 35 они не мешают друг другу привели не трогайте я нибудь там конце апреля у вас это будет конечно самое время вторая половина апреля приведете так они будут максимально лучше улучшаете а рассаживать уже следующей осенью то есть так как у вас нет таких объемов сергей вынужденных заранее так как допустим 500 или 1000 он заранее их выкапывает садит на на это на постоянные места питомника именно питомника по ценам то есть все равно время так как много а вы можете позволить себе весной привить а а вот следующую осенью их уже рассадить это особенно касается новичков которые привыкли плохо идут так лобаса со смоленщины привет так городничный тульской области растут спокойно явно не груш как самосев вороху деревень их тысячи сотни тысяч зачем терять время лучше сразу посадить раэльцы подвои привить на них лучшие сорта приживаемость не 100% но это быстрый вариант косточки абрикосов лучше сажать без прививки растут очень быстро ну насчет я бы груш согласен вот хотя не везде так как вы говорите сотни тысяч многие горожане кто имеет дачу они забудут их искать вот но как вариант замечательное ваше ваше предложение ваш совет с абрикосами сложнее сажать без прививки дикари не вырастут нет ну я бы сажал без прививки но как не так я бы сажал я бы привал а который прививка не приняла уже оставил покой а который прививка приняла пусть все таки был 100 граммов абрикоса ну ну как это ну ездили мы на запорожье у меня была АК у меня был запорожец у меня был древний ниссан дизельный но все равно хочется на мерседесе я правда никогда на него не заработаю но все равно хочется на мерседесе вот так вот абрикосы 100 граммов это те же мерседесы а вдруг все таки я посоветовал прививать хотя я уважаю ваше мнение муза покрытый лишайником напрочь пожалуйста на дерево страдает как явно от него они не досталось такими сапироса как раз нет для нападает как бешеный то есть вы считаете что привать можно а так погодите это вы рассказываете муза сейчас минуточку возвращаемся к музе и так у вас слива которая покрыта это про неё вы говорите что она вся 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 дерево страдает правильно слива всегда страдает от это вот а дело в том что вам досталась такая сучастье с участком да ну что я скажу ну раз она такая досталась кто-то над ним успел поиздеваться или она просто старая вот вот я же в конце концов все когда стареет или она была изувечена напрочь уже знаете как просто купил саженец таких много вот люди умудряются покупать саженца не только южная которая давно сразу надо выбросить а все-таки местных питомников еще и вовремя кто-то накопал вовремя привез и он вроде бы должен жить но его посадили без обрезки верхней частью и укоротили с этого момента посадки он инвалид на всю жизнь вот тоже вот модели даже здесь видно на это да или вот туда вернуться вот видите это инвалид вот такие продают то это ладно это дикорос но продают и культурное также вы разруйте глаза пройдите по рынку такие же или чуть короче но все равно такие количество то что может дать количество сока вот эти корни изувечены нетронутой корни невозможно и вот кто-то когда посадил сливу и она заболела уже сама посадка к тому же еще небрежно заглубляется корневая шейка и вот она гниет но она успевает дать отводки и вот ваша слива дала отводки вот ваша слива дала отводки а они вполне нормальные вот именно с этого момента оно уже достались вам отводочки корневая они будут быть нормальные от того дерева ничего не передастся никого есть это дерево а чего бы ей болеть то я уверен что даже просто посаженная слива мама которая вам досталась вот это вот жуткие описания она изначально была больна нигде во всей россии никто не отрезает пол кроны треть кроны никто не стабилизирует это одна из важнейших причин может быть даже самое важное а вот это вот пожалуйста вот они посадили на смерть вот а мы с вами не будем на смерть садить и получается смотрите дерево страдает от лишайника оно страдает не от лишайника лишайник это уже результаты заследствия того что дерево покрыто мертвой тканью вот это мертвая ткань стала почвой для лишайника нужна почва живая клетка вот нормально слива абрикос увидите они бывают какие-то глянцевые я бы вам подобрать только нехали 10-20-40 фотографий глянцевые никогда никакой лишайник на нем не поселится никогда ну преувеличил 10 лет нет 20-30 лет и наконец дерево начинает болеть избито морозами и на нем когда появляются мертвые клетки мертвые это и есть почва для лишайника мертвые когда об этом поймет наука они у них два варианта или быстренько это самое так как при этом надо будет не нет не травить деревья не надо будет миллионы тонн это химиката не надо будет дикого страшного труда избавляться от лишения не надо никаких щеток чтобы чистить идиоты придумали паяльную лампу понимаете не понимаю что это все ну просто может только добить вот это два варианта или это открытие мое ну так получилось что ну не догадался никто до сих пор вот или мне это самое быстренько оформить может быть посмертную Нобелевскую премию или присвоить это и все-таки только что потом будут говорить да он это самое самое схитрее Нобелевской премии дали не тем потому что у них эти самые погоны поэтому они это и выдвинулись Нобелевской премии там генералы и эти самые маршалы от науки вот а вот то есть еще раз лишайник только на почве почва является мертвая клетка мертвая вот а вы пишите деревня страдает от него ничего вы не поняли но я надеюсь сейчас поняли муза так все все и все